Инвестиции в дивидендные акции способ сформировать пассивный доход. Считается, что российские компании платят более высокие дивиденды, чем американские. Но с другой стороны, вложения в долларах дополнительно защищают инвестора от рисков от бесценивания рубля. В этом видео мы рассмотрим лучшие дивидендные акции США с дивидендной доходностью не ниже 2% в 2020 году. Для рейтинга я отобрал компании, чья капитализация больше 50 млрд долларов, а дивиденды они выплачивают не меньше 10 лет подряд. Первая компания ExxonMobil. Дивидендная доходность в 2020 году 8,05%. ExxonMobil – одна из крупнейших нефтяных компаний. Добывает нефть в Техасе, Нью-Мексико, Северной Дакоте, Аляске, Мексиканском заливе и сланцевый газ в штатах Западная Виргиния, Пенсильвания, Огайо, Луизиана и Техас. Также активно участвуют в зарубежных проектах и добывают полезные ископаемые в Анголе, Экваториальной Гвинеи, Мозамбике, Нигерии, Чаде, Азербайджане, Казахстане, Индонезии, Ираке, Малайзии, Катаре, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах. Следующая компания – AT&T. Дивидендная доходность в 2020 году составила 6,79%. Самая крупная телекоммуникационная компания в мире, мобильный оператор в США и подрядчик военной связи для американской армии. Обеспечивает клиентов телефонной связью, спутниковым телевидением, интернетом, продает цифровую рекламу. Еще AT&T владеет компанией Time Warner, которая объединяет производителя сериалов и фильмов Warner Brothers, телевизионную сеть HBO, телеканал CNN, журнал Time и другие медиакомпании. Третья компания – Philip Morris. Дивидендная доходность в 2020 году – 6,21%. Один из крупнейших производителей сигарет в мире, который делает их на 46 заводах и продает в 180 странах. Известные марки – Bond, Parliament, Marlboro, LM, Chesterfield, Next и President. Кроме сигарет выпускает стики и нагреватели табака Aikos. Четвертая компания – Chevron. Дивидендная доходность в 2020 году – 5,93%. Крупнейшая энергетическая компания в Штатах. Разведывает, добывает, перерабатывает нефть и газ. Владеет сетью из 12 900 АЗС по всему миру. Делает нефтепродукты, бытовую химию, удобрения, химикаты. Поставляет топливо для самолетов в 90 аэропортов мира. Пятая компания – Verizon. Дивидендная доходность в 2020 году – 5,39%. Телекоммуникационная компания и крупнейший оператор сотовой связи в США. Обеспечивает абонентов связью 3G и 4G. Последняя покрывает территорию, на которой живет 98% населения США. Предоставляет доступ к интернету и кабельному телевидению. Продает мобильные телефоны и модемы. Обслуживает корпоративных клиентов. Шестая компания – EBV. Дивидендная доходность в 2020 году – 5,01%. Это биофармацевтическая компания, которая разрабатывает и производит лекарства. Основные направления – онкология, иммунология, неврология, вирусология, офтальмология. Выпускает препараты для лечения ВИЧ-инфекции, ремотоидного артрита и гепатита С. Седьмая компания – Pfizer. Дивидендная доходность в 2020 году – 4,15%. Это фармацевтическая компания. Разрабатывают и выпускают разные препараты в 46 странах мира. Изобретатель Виагры и производитель самого продаваемого в мире лекарства Липитор для снижения холестерина. Другие популярные препараты – Лирика, эпилепсия, Зивокс, бактериальные инфекции, Сутент, раковые опухоли, Норваск, гипертония, Ибранс, рак груди и Пристик, депрессия. Восьмая компания – 3M Company. Дивидендная доходность в 2020 году – 3,71%. Корпорация, выпускающая разные товары для потребительского и промышленного секторов от офисной канцелярии до антикоррозийных покрытий в нефтеказовой отрасли. Бренды компании – клейкие ленты «Скотч», бытовые крепежи «Команд», фильтры для жидкости и газов «Куно», автокосметика «Мегуяр». Девятое место – Coca-Cola Company. Дивидендная доходность в 2020 году – 3,46%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, продающихся более чем в 200 странах. Самый известный напиток компании – газировка Coca-Cola. Другие мировые бренды – Fanta, Schweppes, Sprite, Bonacqua. В России – Soki, «Моя семья» и «Добрый». Десятое место – Cisco. Дивидендная доходность в 2020 году – 3,37%. Производитель сетевого оборудования для группных корпораций. Cisco продает маршрутизаторы, точки доступа в Wi-Fi, оборудование для IP-телефонии, модемы, системы видеонаблюдения и безопасности. Одиннадцатая компания – Kimberly Clark. Дивидендная доходность в 2020 году – 3,16%. Компания из потребительского сектора. Выпускает товары для здоровья и личной гигиены. Продукция Kimberly Clark продается в 150 странах. Главные бренды – Huggies, Kotex и Klinex. Двенадцатая компания – Caterpillar. Дивидендная доходность в 2020 году – 3,03%. Caterpillar проектирует, делает и продает экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, тракторы и снегоочистители. Одно из направлений – производство тяжелой техники для добывающей промышленности, например, бурильных установок и туннели проходческих систем. Тринадцатое место – PepsiCo. Дивидендная доходность в 2020 году – 3,02%. Корпорация из сферы пищевой промышленности. Производит и продает безалкогольные напитки и продукты питания. Основные марки – Pepsi, 7up, Mountain Dew, Merinda, Lace и Cheetos. Главные рынки компании – США, Мексика, Россия, Великобритания и Бразилия. Адаптированные марки в России – Веселый молочник, Домик в деревне, Агуша, Любимый, Фруктовый сад, Чудо и Я. Четырнадцатая компания – Johnson & Johnson. Дивидендная доходность в 2020 году – 2,75%. Johnson & Johnson производит и продает товары по уходу за собой, лекарства и медицинское оборудование. Торговые марки – детская косметика Johnson's Baby, средства для женской гигиены OB, линзы для зрения EcoView, косметика для кожи Clean & Clear, лекарства от аллергии Zyrtec. Пятнадцатая компания – McDonald's. Дивидендная доходность в 2020 году – 2,56%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Работает в 120 странах. Но более 90% ресторанов действуют по системе франчайзинга. Основное меню – гамбургеры, сэндвичи, наггетсы, картошка-фри, мороженое и напитки. При этом в каждой стране набор блюд адаптируется под вкусы местного населения. Кроме США, у McDonald's больше всего ресторанов в Японии, Китае, Германии и Канаде. Шестнадцатая компания – Intel. Дивидендная доходность в 2020 году – 2,47%. Крупнейшая корпорация по разработке и продаже микропроцессоров для персональных компьютеров. Выпускает много разной электроники и решений для хранения данных, материнские платы, оборудование для дата-центров, чипы для искусственного интеллекта. Семнадцатая компания – Procter & Gamble Company. Дивидендная доходность в 2020 году – 2,44%. Один из лидеров на рынке потребительских товаров. Продает свою продукцию в 180 странах мира. И является самым крупным в мире рекламодателем. У Procter & Gamble есть 43 бренда, которые являются драйверами роста компании. Ежегодный торговый оборот каждого из них превышает 500 миллионов долларов. Популярные марки – подгузники Pampers, средства женской гигиены Always, шампунь Head & Shoulders, дезодоранты Old Spice, бритвы Gillette и Venus, зубные пасты Blendomet и Oral-B, средства для митя посуды Fairy, а также стиральный порошок Ariel. Восемнадцатая компания – Colgate Palmolive Company. Дивидендная доходность в 2020 году – 2,33%. Colgate Palmolive Company владеет одноименными брендами и делает товары для гигиены – мыло, зубные пасты, зубные щетки, а также корм для животных Hills. Девятнадцатая компания – Target. Дивидендная доходность в 2020 году – 2,06%. Ритейлер с сетью магазинов США. Типичный магазин Target – это площадь около 12 тысяч квадратных метров, где продаются разные хозяйственные, бытовые и канцелярские товары, предметы интерьера, электроника и игрушки. Из продуктов в Target есть фрукты, хлеб и йогурты. И двадцатое место в списке дивидендных акций США – Rayton Technologies. Дивидендная доходность в 2020 году – 2,03%. Промышленная компания, которая около 90% своих доходов получает благодаря сотрудничеству с армией США. Она проектирует и продает ракетные комплексы, ракеты большой дальности, переносное зенитно-ракетное оружие, радары, приборы ночного видения, GPS-навигаторы. Делает авиадвигатели и турбины. Выпускает вертолеты для военных, промышленных и коммерческих задач. Входит в большую тройку производителей вооружения для США вместе с Boeing и Lockheed Martin. Вот такие вот 20 компаний, у которых наиболее большая дивидендная доходность за 2020 год. Ну а кому было интересно и полезно, ставим палец вверх. Не забываем подписаться на канал. Всем удачи и финансовый блок получен. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok